Андрей, у меня к вам, наверное, все-таки последний вопрос. Что ожидать, ну давайте хотя бы до конца этого месяца, политических, каких-то геополитических событий, каких-то серьезных, предвидится, не предвидится? Вот так вот, довольно коротко. Самые такие негативные изменения именно в военном плане, они, я, лично я ожидаю на развороте Марса около 30-го числа июня. 30-го июня, а последний день месяца, да? Ну даже не именно в этот день, обычно практика показывает, где-то через неделю после разворота происходят события. Хотя, если вот сравнивать, например, последнюю транзитную петлю Марса, которая была, то на первом остановке произошли события в Крыму, ну она два года, у него как бы цикл Марса год и 1,8-й год, чуть меньше двух лет. Вот предыдущая была транзитная петля весной 2014 года, а на втором, вот как сейчас вот мы будем, началась АТО, ну на Украине, там война началась полномасштабная. То есть, четко, на одну дату и на вторую там это произошло. То есть, на первом там развороте Янукович пропал, как бы вот и все последствия там, которые начались, а на втором началась война. Вот и это также и здесь, на первом развороте, я уже говорил, что обострение, которое я вижу, но пока не на территории Соединенных Штатов, либо что-то с Америкой. Это Украина, Ближний Восток и Южно-Китайское море. И, кстати, Южно-Китайское море, там на самом деле, там вот Китай начинает с Америкой какие-то предъявлять претензии, что там какие-то трения за каких-то островов, вот, действительно, ну постепенно там накаляется. Мы посмотрим, что, как это будет, ну в пределах вот ближайшего месяца. То есть, для Соединенных Штатов Америки это именно вот те направления Южно-Китайское море, где могут столкнуться интересы с Китаем. И Ближний Восток, ну там как бы узел завязан, там войск уже будет здоров, сколько в Сирии. Вот и Украина, Донецк, вот эти дела все.